Русская народная сказка «Дочь семилетка» Ехали два брата, один бедный, другой богатый, у обоих по лошади, у бедного кобыла у богатого мерин. Остановились они на ночлег рядом, у бедного кобыла принесла ночью жеребенка, жеребенок подкатился под телегу богатого. Будет он на утро бедного, вставай, брат, у меня телега ночью жеребенка родила. Брат встает и говорит, как можно, чтобы телега жеребенка родила, это моя кобыла принесла. Богатый говорит, кабы твоя кобыла принесла, жеребенок бы подле нее был. Поспорили они и пошли до начальства. Богатый дарил судьи деньгами, а бедный словами оправдывался. Дошло дело до самого царя. Велел он призвать обоих братьев и загадал им четыре загадки. Что всего на свете сильнее и быстрее? Что всего на свете жирнее? Что всего мягче? И что всего милее? И положил им сроку три дня. На четвертый приходите, ответ дайте. Богатый подумал-подумал, вспомнил про свою куму и пошел к ней совета просить. Она посадила его за стол, стала угощать, а сама спрашивает, что так печален куманек. Да загадал мне, государь, четыре загадки, а сроку всего три дня положил. Что такое, скажи мне? А вот что, кума. Первая загадка. Что всего на свете сильнее и быстрее? Экая загадка. У моего мужа карая кобыла есть. Нет, ее быстрее. Коли кнутом приударишь, зайца догонит. Вторая загадка. Что всего на свете жирнее? У нас другой год рябой боров кормится. Такой жирный стал, что на ноги не поднимается. Третья загадка. Что всего на свете мягче? Известное дело, пуховик. Уж мягче не выдумаешь. Четвертая загадка. Что всего на свете милее? Милее всего, внучок Иванушка. Ну, спасибо тебе, кума. Научил ему разуму. Повек тебя не забуду. А бедный брат залился горькими слезами и пошел домой. Встречает его дочь семилетка. О чем ты, батюшка, вздыхаешь, да слезы ронишь? Как же мне не вздыхать? Как слез не ронить? Задал мне царь четыре загадки, которые мне и в жизни разгадать. Скажи мне, какие загадки? А вот какие, доча? Что всего на свете сильнее и быстрее? Что всего жирнее, что всего мягче и что всего милее? Ступай, батюшка, и скажи царю. Сильнее и быстрее всего ветер. Жирнее всего земля. Что не растет, что не живет, земля питает. Мягче всего рука. На что человек не ляжет, а все руку под голову кладет. А милее сна нет ничего на свете. Пришли к царю оба брата. И богатый, и бедный. Выслушал их царь и спрашивает бедного. Сам ли ты дошел или кто тебя научил? Отвечает бедный. Ваше царское величество. Есть у меня дочь семилетка. Она меня научила. Когда дочь твоя мудра, Вот ей ниточка шелкова. Пусть к утру соткет мне полотенце узорчатое. Мужик взял шелкову ниточку. Приходит домой кручинный, печальный. Беда наша, говорит дочери. Царь приказал из этой ниточки заткать полотенце. Не кручинься, батюшка, отвечала семилетка. Отломила прутик от веника. Подает отцу и наказывает. Поди к царю. Скажи, чтоб нашел такого мастера, Что бы сделал из этого прутика кросно. Было бы на чем полотенце ткать. Мужик доложил про то царю. Царь дает ему полтораста яиц. Отдай, говорит своей дочери. Пусть к завтрему выведет мне полтораста цыплят. Воротился мужик домой еще кручиннее, Еще печальнее. Ах, дочка, от одной беды увернешься, Другая навяжется. Не кручинься, батюшка, ответила семилетка. Попекла яйца и припрятала к обеду да к ужину. А отца посылает к царю. Скажи ему, что цыплятам на корм нужно одноденное пшено. В один бы день было поле вспаха на допроса засеяно, Сжато и обмолочено. Другого пшена наши цыпляты и клевать не станут. Царь выслушал и говорит, Когда дочь твоя мудра, Пусть наутро сама ко мне явится, Ни пешком, ни на лошади, Ни голая, ни одетая, Ни с гостинцем, ни без подарочка. Ну, думает мужик, Такой хитрой задачи и дочь не разрешит. Пришло совсем пропадать. Не кручинься, батюшка, Сказала ему дочь семилетка. Ступай как охотникам, Докупи мне живого зайца, Доживую перепелку. Отец пошел и купил ей зайца и перепелку. На другой день поутру сбросила семилетка всю одежду, Надела на себя сетку, А в руки взяла перепелку, Села верхом на зайца И поехала во дворец. Царь ее у ворот встречает. Поклонилась она царю. Вот тебе, государь, подарочек. И подает ему перепелку. Царь протянул было руку. Перепелка порх и улетела. Хорошо, говорит царь, Как приказал, так и сделано. Скажи мне теперь, Ведь твой отец беден, Чем вы кормитесь? Отец мой на сухом берегу рыбу ловит, Ловушек в воду не ставит, А я подолом рыбу ношу, Да уху варю. Что ты глупая, Когда рыба на сухом берегу живет, Рыба в воде плавает, А ты умен, Когда видано, Чтобы телега же ребенка принесла. Царь присудил отдать же ребенка бедному мужику, А дочь его взял к себе. Когда семилетка выросла, Он женился на ней, И стала она царицею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова